Всем привет! Сейчас расскажу, как деньги и ваше детство связаны между собой. И если вы действительно хотите изменить свое финансовое положение уже в 2024, обязательно дослушай. Только что разговаривала с мамой, и позиции родителей обвинения меня не изменились. Но посмотрите на меня, изменилась моя реакция. Помните, до Нового года, когда родители меня обвинили в том, что у меня даже не было в голове, я плакала и рыдала. Это было очень тяжело морально и психологически. Когда от тебя родители ждут подвох, когда тебя в чем-то обвиняют и думают, что у меня есть какие-то злые мысли по поводу их, это очень тяжело. И вот я после этого уже проработала два раза эту ситуацию. То есть я изменила к ней отношения. И вот можно действовать к деньгам из позиции доказательства, а можно из любви. Я очень много смотрю бизнес-разборов, и большая часть людей постсоветского пространства, которые уходят в бизнес, делают из позиции доказательства. Потому что нет нетравмированных людей именно детством. И из этой позиции тоже можно зарабатывать деньги, тоже можно выйти. Я вам докажу, что я могу. Я докажу, что я достоин всего самого наилучшего. Но все, кто приходят на такие бизнес-разборы, они приходят к определенной цифре. Например, миллион зарабатывают и хотят больше. И всегда это вопрос к тому, зачем тебе больше. И большинство не может ответить на этот вопрос. Потому что маленький внутренний ребенок, то есть человек шел из доказательства. У него и было единственное желание доказать всем. Он доказал, а дальше идти зачем? Не понимает. Это очень маленький процент людей, которые что-то делают из позиции «докажу». То есть они открывают бизнесы, покупают себе квартиры, машины, путешествуют, дают рабочие места. Это тоже очень важно. Большинство же ничего со своей жизнью не делают и, к сожалению, не сделают. Потому что мы рождаемся чистым листом бумаги. И то, что нам сказали родители, представление о мире и о жизни, у нас есть именно от родителей. И если родители сказали, что жизнь тяжелая, рискованная, никому нельзя доверять, большая часть людей просто не сможет идти в бизнес, зарабатывать миллионы из этой позиции. Потому что здоровье не даст, оно сломается однажды, остановится сердце. И поэтому просто психика спасает таких людей. Но каждый человек имеет право мечтать и закрывать свои мечты. И вы это можете изменить, просто проработав это в голове, поняв, как это работает и убрав этот сценарий из головы. Первое, что нужно сделать, это уложить в своей голове, что здесь нет виноватых. Родители нам говорили то и воспитывали нас так, как умели, так, как им рассказали, так, как им показали. И смотря, какая сложилась жизнь. Если жизнь была реально тяжелая, ну а здесь не могла быть жизнь не тяжелая, то Вторая мировая, то Советское время, то 90-е, да, то есть у людей большинство сложилось, что жизнь тяжелая. Поэтому они нам эту информацию несли. И ваш маленький, когда и вы, когда были маленькими, и вас воспитывали вот в этой дичи, тоже не виноват ваш ребенок маленький. И то, что вы сейчас на них можете обижаться, и то, что вы сейчас никуда не двигаетесь, потому что у вас есть убеждение о жизни, о деньгах, вы тоже в этом не виноваты. Потому что, ну, скажи маленькому ребенку, что это было не так. Маленький ребенок не понимает, почему родители так с ним поступали, почему его так вели. Но это все можно. Все, что мы делаем в нашей жизни, зарабатываем деньги, заводим семью, рожаем детей, все для того, чтобы стать счастливым человеком. На разборах очень много сидят людей, которые зарабатывают миллионы, но так и не научились тратить на себя, но так и не научились получать удовольствие от жизни, но так и несчастны. И когда зачем тебе зарабатывать больше, зачем тебе заводы, зачем тебе ярды, там, килограммы денег, человек говорит, ну, для масштаба, все для того, чтобы доказать. И еще раз повторюсь, большинство людей вообще не придет никаким деньгам, потому что родительские убеждения сильнее, чем стать счастливым, успешным, богатым человеком. Поэтому во вторую очередь нужно разобраться со своим маленьким внутренним ребенком. Как бы для кого-то это не казалось, ну, абсурдом, это так и есть. В первую очередь вы должны понять, что вы вообще хотите от жизни. Третьим шагом возникает вопрос, как разобраться со своим внутренним ребенком. Его еще называют второй. Я подсознание, душа, кстати, туда же. И на ютубе, во-первых, очень много разной информации. Попробуйте загуглить, поищите. Книги есть, которые меняют мышление. Например, трансерфинг реальности мне реально изменил понимание устройства этого мира. Есть разные практики, медитации, где останавливаются мысли для того, чтобы услышать внутреннего ребенка, для того, чтобы понять действительно, что я хочу. Не то, что говорит общество, да, там, квартиру, машину. Может быть, вы вообще хотите путешествовать, пожить в то одной стране, то в другой, и вам не нужна будет эта квартира, машина. То есть услышать свои реальные желания. Ну, это, конечно, путь слепого котенка. Я, например, так тыркалась, мыркалась пять лет. А вот за один год я поменяла всю свою жизнь, поменяла сценарий в голове. И я вас приглашаю. На этом шаге очень важно понять законы жизни. Для этого не надо иметь какой-то великий ум. Это не высшая математика. Это, например, закон дуальности. То, что мне хорошо, другому может быть плохо. То, что ему плохо, может быть, возможно, ему хорошо, мне может быть плохо. И когда ты понимаешь этот закон, ты понимаешь, что ты перестаёшь на него реагировать. Потому что, ну, тебе хорошо – ок, плохо – тоже ок. И ты принимаешь этот мир такой, какой он есть. Ты перестаёшь сливать энергию туда, куда вообще тебе не надо сливать её. И начинаешь концентрироваться на себе. Когда ты начинаешь концентрироваться на себе, ты понимаешь, что у тебя есть какие-то затыки в голове, которые мешают зарабатывать деньги, строить здоровые отношения, быть счастливым целым человеком. И вот эти сценарии ты меняешь в голове. То есть сценарий с минусом в своей голове меняешь на плюс, и ты таким образом обнуляешь. И вот эту методику я вам хочу дать. Сейчас мне надо ехать к родителям, делать документы. И, вы знаете, у меня нет каких-то негативных эмоций. Более того, я впала в какое-то тотальное, безусловное чувство благодарности за то, что у меня было такое детство, за то, что я прожила такую жизнь. Потому что именно с этой точки я начала изучать мышление, как работает мозг, как исполнять свои мечты. И, возможно, тогда бы я попала в зону комфорта и никуда бы не двигалась. Сейчас я знаю, как двигаться, как не впадать в эмоциональные ямы, как исполнять свои мечты. И я не сдамся, пока я не исполню свои мечты. Это невероятно круто. И я благодарю за то, что я прошла этот путь, чтобы изменить свою жизнь. И если бы мне пять лет назад сказали бы, что за один год можно это изменить в своей голове, да я бы все деньги отдала. Но прикол в том, что оно не стоит миллионы. И всего год, и миллионы не стоит, чтобы изменить свою жизнь. И я... Пишите в личку, расскажите. Я запланировала просто мега первые полгода 2024 года справить день рождения сына. 8 марта попасть на супердискотеку. У нас, кстати, шесть человек уже. И это VIP-столик. Поэтому, если ты хочешь быть с нами, пиши мне в директ. И поехать за границу, ближе к лету. Хотя я еще не сделала за гранд-паспортом. Он у меня просроченный. И я точно знаю, что можно стать счастливым человеком. И когда ты поймешь, что это не только про деньги, к тебе придут деньги. Так работают законы жизни. И если тебе не хочется разбираться, как и я, пять лет с этим, а ты хочешь уже как можно скорее стать уже в 2024 человеком счастливым, прийти к деньгам и понять, как это все работает, как жизнь, вот тебе ссылочка. Заходи. Если вы, как и я, уже предпринимаете какие-то шаги для того, чтобы понять, как исполнять свои мечты, проходите, может быть, какие-то курсы, ходите к психологу. Это все инструменты. И вот я вам хочу сказать, что инструменты – это не панацея. Вы можете пользоваться этими инструментами, но не иметь результата. Это как, не знаю, иметь бизнес, но не иметь дохода от этого бизнеса. Ходить на фитнес, но не иметь тела мечты. Иметь деньги, но не быть счастливым. И здесь важно забраться со своим внутренним содержанием. Важно, как это вам преподносит. Важно, какие инструменты дают. Я, например, бесконечно училась, но у меня не было результата, пока я не попала в академию. И важно еще человек. Вот, например, я прошла этот весь путь, и я вам точно могу рассказать, где вы проваливаетесь, как вам дальше идти. Вот это намерение, да, то есть с каким намерением вы идете в эти инструменты, и что вы готовы получить в итоге. Так что обращайтесь.